В предыдущей серии Дорогой, ты так и остался глупым мальчишкой Но я сумею тебя защитить Умоляю, верните вторую девочку Ты слышала? Беги отсюда, или я тебя убью Послушай меня, ты потеряла одну дочь Ее уже не вернется Мы уедем подальше отсюда В Лиму Я ее воспитаю Вернее, мы вместе А когда она вырастет Мы расскажем ей все, как было Я мечтала родить дочку И назвать ее Изабеллой Мы назовем ее Кларой Компания Америка Продуксионес представляет Производство Хосе Крусилия Ана Кольчера Кристиан Мейер А также Тедди Гусман Нэнси Гонсалес Яхайра Орта Хавьер Эчевария Сантьяго Махиль Пол Мартин И Хулиан Легаспи В сериале Изабелла Сюжет Мануэля Карлоса Автор сценария Анна Монтес При участии Марицы Киршхаусен Луиса Филиппе Альварада Эмилио Бустаманте И Альфонса Санти-Стебана Фильмы снимались Ринальдо Аренас Уильям Тейлор Рафаэль Бесача Элита Бреро Элеана Карион Джованни Чичио Антонио Дульседес Рассана Мальдонадо Карлос Росель Гледис Ермоса Химена Линдо Марилоли Лопес Анна Натери Сесилия Рекимер Ванесса Робиано Мария Вретта А также Регина Альковер Рики Тосо Рикардо Фернандес Эрнан Ромеро Хесос Делаво Хавьер Вальдес Изабель Дюваль Лусия Ирурита И Конче Куэто В роли мадам Риво Художник по костюмам Карлос Пасано Художник Гильермо Исо Художник по костюмам Режиссеры Рубен Гербаси И Эдуардо Масиос Продюсер Родольфо Простите Я споткнулся Редактор Корректор А.Кулакова Редактор Корректор А.Кулакова Изабелла и Габриэль Всего лишь добрые друзья Они выросли вместе Он ее двоюродный брат Он нянчил ее Открой глаза и ты увидишь Они уже очень давно Любят друг друга Я знаю Я не верю Оставь ее, Фелисито Пусть отдыхают Накрой на стол Мы оба знаем, что они не родственники Изабеллу Послал нам Господь В них течет разная крылья Для всех они брат и сестра Андреас Если они любят друг друга Мы обязаны открыть всю правду Правда о родителях может ранить сильнее Чем необходимость забыть первую любовь Марьяна Тетя, вчера вы обещали, что дадите мне почитать журнал Да, он у меня в спальне Потом А пока Разыщи Габриэля и Изабеллу И пригласи их к обеду Хорошо Прошу, моя Дульсинея Да, мы странствующий рыцарь Нет Прости меня Но я Я люблю тебя, Изабелла Ты мой двоюродный брат, Габриэль Прости Это сильнее меня Музыка 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 Спасибо Позвольте представиться Я Фернандо де Альвеар Клара Риво Музыка 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 Пришла телеграмма Клара прибудет в Лиму Через две недели Господи, пошли мне силы прожить их и обнять дочь Так и будет У нас соглашение Клара выросла Перед смертью вы откроете ей правду У нас уговор Вы поклялись мне, мадам Что расскажете ей? Будущее Клар важнее старых клятв и обещаний Ты согласна? Она чувствительная девушка, не переживет этого Почему? В чем трагедия? Ваше высокое положение не дает вам права нарушать обет Я хочу как лучше Я люблю ее как родную дочь А я? Я терпела унижения Прислуживала дочери, чтобы видеть ее счастливой А теперь ты хочешь отнять у нее счастье? У вас было все, мадам Рево Все, что только можно купить за деньги Даже любовь моей дочери Верните мне ее Простите, но вам скоро будет все равно Почему ты заговорила со мной таким тоном? Я пойду на все, что угодно Чтобы вернуть дочь Мое сердце невыносимо болит Вы так и не узнали, как тяжело Выносить ребенка Дать ему жизнь Вы просто купили Любовь дочери обесчищенной крестьянке Я ее настоящая мать И наш уговор Остается в силе Как ты можешь? Мадам Рево, что с вами? Вам плохо? Вам плохо? Максимилиано! Вам еще рано умирать, мадам Вы нужны нам с Кларой Боюсь я туманов затканного луга И сырых обочин Спалую листвой Если задремлю я Разбуди Разбуди, подруга Отогрей биханием Сердце неживое Лорка Его стихи полны Ностальгии Да, ностальгии И чего-то неуловимого Он один из лучших поэтов Нашего времени Тем не менее Могу вас заверить Что очень немногие Могли бы продолжить это стихотворение Оно вышло недавно Спасибо Оставьте себе Спасибо, он мне больше не нужен Позвольте мне удалиться в каю Возьмите Вы очень любезны Почему вы торопитесь скрыться? Когда мы увидимся? Мне бы хотелось продолжить литературное чтение Мне сейчас не до чтения Извините Сеньор Альвеар, верно? Да Де Альвеар Фернандо де Альвеар Всего хорошего Вам необходим полный покой Отдыхайте, мадам Что случилось? Что ее так взволновало? Не просто догадаться, что сейчас волнует мадам Рево И ее жизнь Окружена тайнами Я был в саду Услышал крики о помощи Доне Леандры Что могло случиться? Будьте добры Проводите меня, Леандра Она передаст вам мои указания, Максимилиано Состояние мадам Рево внушает опасения И я настаиваю на срочной госпитализации Мы обеспечим мадам Рево наилучший уход Поверьте мне Да, но здесь необходимо участие опытных специалистов Я с ней 20 лет И ей ни разу не пришлось меня упрекнуть Да Сеньорита Клара на пути в Лиму Мадам не хочет встречать дочь в больничной палате Хорошо Я выпишу вам рецепт и расскажу, что делать Ну, если что Да, доктор, не беспокойтесь Я не отойду от постели госпожи Пока к нам не прибудет сеньорита Клара Дальмира Ты проводишь доктора Оставьте ей рецепт Пригласи адвоката Мадам Рево Вам нельзя волноваться У меня мало времени Позови доктора Кесаду И пусть он принесет с собой те самые документы Которые я должна передать моей дочери Как прикажете? Максимилиану Сохранив глубочайшую тайну мою просьбу Чтобы никто в доме о ней не узнал Ты понял? Никто Я не лоба Я не usa Я showing Я такую Я Thema Я Я Я Я Я Я Я КОНЕЦ 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 Добрый вечер. Вы все такая же грустная. Простите, сеньор де Ольвеар, но мне бы хотелось побыть одной. А ваши глаза говорят обратное. Да? И что же? Что вам необходим собеседник, пусть даже случайный знакомый. Далимый путь не близкий? Вам и это известно? Я догадался. Это единственный рейс в Перу. Но Карабо заходит и в другие порты. Вы живете в Лиме? Да. Верно. Почему вы не закончили обучение? В этом причина вашей грусти. Вы учились в гимназии Святой Анны. Ваша специальность – филология. языки? Да. Как вы узнали? У вас на пальто был прикол от значок. У студентов выпускные экзамены. Вы не вовремя уезжаете. Кстати, я сам перуанец и узнаю соотечественниц. Вы из Лиме. Как вы это угадали? Я не похожа на жительниц столицы. Ошибаетесь. Я сразу это понял. По вашей необыкновенной походке. Как? По походке. У девушек из Лимы удивительная походка. Легкая и ранственная. Ее невозможно спутать. Особенно для тех, кто умеет видеть красоту. Я и подумать не могла, что кто-то поймет, кто я по походке. Я прожила слишком много лет вдали от Перу. Если бы последние пять лет я не училась в Испании, я бы забыла испанский. Корни не забываются. Именно это меня и удивляет больше всего. Знаете, мой отец француз, моя мама испанка. Вам смешно? Все-таки я сумел у вас разговаривать. И хоть немного рассеял грусть и тревогу в ваших глазах. Простите. Мадам приказала мне позвонить. Я знаю. Но не сейчас. Есть вещи поважнее болтовни по телефону. Вы не дадите мне выполнить приказ? Вы давно уже подчиняетесь исключительно моим приказам Максимилиано. Оставьте в покое доктора Кесадо. И не смейте меня перечить. Пока что я в ответе за жизнь мадам Рево. И я не потерплю самовольных поступков. Ступайте. Ты сошла с ума? Не лезь к моему брату. И если ты будешь вертеться возле Габриэля, тебе не жить. Я еще никогда не видела тебя такой. Что тебе сделала Атриана? Она заявила, что твой брат не мужчина. Что вся округа строит грязные предположения. Она болтушка. Неужели ты в первый раз слышишь от нее досужие сплетни? Она сохнет по Габриэлю. И выдумывает гадости. Потому что он и не смотрит в ее сторону. Может, у него тайная страсть? Ты знаешь, кого он любит и хотела защитить ее от нападок Адрианы. Неужели она твоя подруга? Кто его девушка? Дурные вести. Поля в прибрежной зоне тоже заражены. Сначала засуха, теперь еще это. Поднимай людей, часть урожая еще можно спасти. Да, хозяин, идем. Черт возьми. Надо ехать в Лиму. Позвать на помощь агрономов, биологов. Нет, парень. У меня хватит знаний справиться с напастью. Я провел тут всю жизнь. Скоро я Адри клею. И ты станешь хозяином плантации. Будешь командовать. У меня не получится. Почему? Боюсь, что у меня знаний недостаточно. Поезжай в Лиму, поучись. Дядя, я уже давно мечтаю вернуться в Испанию. Что тебе Испания? У тебя там никого не осталось? Это так. Но я хочу учиться в Европе. Именно оттуда к нам приходят все научные достижения. Хорошо. Уговорил. Найди себе там хорошую жену и привози к нам, чтобы в доме опять появились детки. Это путешествие поможет тебе развеяться. Я слышала, что ты устроила настоящее побоище с дочкой булочника. Нет, нет. Не смотри на Марианну. Она тут ни при чем. Слухи о подобных происшествиях разносятся, как ветер среди крестьян. В эту минуту твое имя у всех на слуху. Все удивлены, что Изабелла Линарос – дикарка. А ты ничего не добавишь? Кто победил? Вы бы это видели. Адриана осталась в сточной канаве. Довольна. Подобный комментарий – дурной тон. Изабелла, за что ты на нее набросилась? Ни за что. Бабушка, поехали, я покажу тебе закат. Можно я погуляю с бабушкой в саду? Помоги мне. Разговор не окончен. Я добьюсь ответа. Где вы? Где вы? Спешите, у вас там цёрт. Пмотрю между ними… Представляете? Приятного аппетита! НадForce, я помню эту кино. Мигель Теперь Мигель будет водить Раз, два Можно с тобой? Нет, я один У тебя свидание? С кем? С Адрианой С Адрианой? С чего ты взяла? Нет Значит, с какой-нибудь другой барышней Изабовна, пожалуйста Не мучай меня Мне нужна только ты Любовь – это дар Божий А запретная любовь – наказание? За что нам это испытание? Когда ты рядом Я забываю Во всем на свете Нам с тобой нечего бояться Наша любовь чиста Она у нас глубоко в сердце Влюбленные мечтают Принадлежать телом и душой Своему избраннику Чистой любви Не бывает Утро педра Сушиат Я не знаю Я не знаю Я не знаю Я не знаю Что вам угодно? Куда отправился Максимилиано? Я задала тебе вопрос Он уехал за доктором Кесадой Адвокатом Кесада Это они Значит, у мадам Риво срочное дело Это так, доктор? Мадам мне сказала, что вы... Знаете, о чем пойдет речь? Присядьте Я доложу, мадам Что вы здесь Мой отец был французом Пока я была маленькой, мы жили в Перу Но я получила образование на европейский манер Вы понимаете? Я до сих пор с тоской вспоминаю нескончаемые уроки по этикету Пока другие дети играли Я мечтала резвиться с ними Но боюсь, что из тех детей мало кто преуспел в жизни А мои усилия вознаграждены Мы с мамой Остались вдвоем после смерти отца Несчастье вас сблизило? Очень Мы объездили много стран Она любит путешествовать А я была ее личным переводчиком Мы с ней Были счастливы Я всем обязана ей А теперь Не надо Вы обещали забыть о грусти на время нашего путешествия Извините Но мне очень тяжело Когда умер мой папа Я была ребенком Я не знаю Что значит навсегда потерять Близкого, родного человека Я боюсь, что скоро Меня ожидает эта боль Не стоит отчаиваться Я убедился Что нам не дано избежать в жизни Боли, разочарований Но следует помнить Что впереди нас ждет много прекрасного Вы еще так молоды? Вы умны Красивы Поверьте мне Очень красивы Спасибо За что? Это первая улыбка Которую вы мне подарили Я счастлив Я разделяю ваше беспокойство Мадам Рево И спешу вас заверить Бумаги у вас В сейфе Это самое надежное место Они необходимы мне здесь Это доказательство того, что Клара Моя дочь Они оформлены по закону Их происхождение сомнительно Но вы щедро заплатили Они как настоящие Они не оставляют сомнений, что Клара моя дочь Если не видеть других Конечно, может возникнуть непредвиденная ситуация Выражайтесь яснее Мадам Рево Я долгие годы был вашим поверенным Мне известны все ваши тайны А как же ваше соглашение с Леандрой? Я уже забыла о нем Соглашение устарело Есть хоть один документ, который может помешать? Отвечайте, адвокат Документа нет Но Никаких но Клара моя дочь И останется ею после моей смерти Я прошу вас немедленно привезти мне бумаги Какие новости от Клары? Она не отвечает на мои письма Почему ты скрыла, что мадам Рево серьезно больна? Я мог бы помочь Не переживайте, Себастьян Все хорошо Но почему ты молчала? Клара скоро приедет А я узнаю об этом в последнюю очередь Я собирался на ее выпускной бал Сказал билет до Мадрида Ты представляешь? Вы вовремя остановились Сеньорита Клара в дороге Скоро вы ее увидите Добрый вечер, Себастьян Добрый вечер С вашего позволения я удаляюсь До завтра, Леандро Всего хорошего Когда я услышал, что мадам Рево доктор Я подумал о враче А это адвокат Ей совсем плохо Сеньор Орландо страшно разозлился Когда понял, что не может взять Мерседес Ну, разумеется, не может Он кричит, что машина его Неправда Когда-то я ее подарила А теперь хочу отобрать Он променял меня на свою нищенку И рассчитывает на подарки? Забавно Сеньорита Виктория К вам сеньорита Патрисия Патрисия? Пусть войдет Она услышала о приезде Фернандо Миссис Симпсон Попросите Закариаса Отвезти вещи сеньору Орландо Да, сеньорита Виктория Виктория Здравствуй Мне вдруг захотелось тебя навестить Он здесь? Еще нет Это вещи сеньора Орландо Твоего мужа? Бывшего мужа Это скучно рассказывать Молодец, что заехала Я как раз собираюсь в порт встречать Фернандо Можем поехать вместе С удовольствием Кое-кому тоже понравится, если ты приедешь Где Клара? Не вижу Здесь так много людей Вон она Посмотри туда Какая красавица Где? Справа Каждое появление здесь Это адская мука Где же Фернандо? Мы опоздали? Фернандо Всегда выходит последним Вас встречают? Думаю, да А вас? Сестра Клара Клара Кто это? Позвольте пройти Один мой старый поклонник Фернандо Фернандо Как я рад тебя видеть Как ты, Себастьян? Прекрасно Я счастлив, что ты вернулась А как моя мама? Ей гораздо лучше Она ждет тебя Мамочка Всю поездку я молилась о нашей встрече Ты видишь Леандру? Леандра Как ты? Как всегда, сеньорита Слава Богу, вы снова с нами Вы прекрасны, как никогда Я так соскучилась по дому По маме Я не могу дождаться момента, когда обниму ее Фернандо Ты меня не слышишь? Прости, отвлекся Ничего Патрисия любезно согласилась сопроводить меня Патрисия, здравствуй Спасибо, что ты не бросила мою сестру в такой беде Для нее адская мука приезжать за мной в порт Тебе не за что меня благодарить Как ты холоден Патрисия приехала вовсе не из-за меня Она не могла дождаться, когда ты вернешься Виктория Простите, я вас покину Я чуть не умерла на месте от стыда Зачем ты так? Перестань Я знаю своего брата Ему всегда требовался небольшой толчок в нужном направлении Но с ним что-то не надо Предоставь это мне И очень скоро мы с тобой поротнимся Спасибо вам за компанию А вам спасибо за внимание Без вас я наверняка умерла бы от тоски Надеюсь, мы еще увидимся Фернандо Фернандо де Альвеар Какая встреча? Ты откуда? Мы знакомы, а ты не помнишь Конный клуб Себастьян Ревилья Себастьян? Сын Дона Альфредо Я тебя не узнал Ты знаком с Клары? Мы познакомились на корабле Сеньор Альвеар очень добр ко мне Ваш багаж в машине Я Фернандо Альвеар Это ваша родственница? Это наша домохозяйка Почти член семьи Понятно Сеньорита Мне было очень приятно познакомиться Я надеюсь, ваша мама поправится Звоните мне, если что Спасибо До свидания До свидания Всего хорошего Вы подружились? Где моя помада? Коричневый тон Спасибо Неплохо Помоги мне подняться Мадам, не надо Я приказываю Доктор сказал Все доктора одинаковые Паникеры Моя дочь увидит меня В добром здравии С тобой Или без тебя Я все равно доберусь до двери Чтобы встретить ее Хорошо Стой дальше Я не боюсь упасть Я уже привыкла Пожалуйста, Леандра Не скрывай Что с моей мамой? Больное сердце Она давно этим страдает Но к чему это спешка? Мы испугались? Не бойся, Клара Теперь твоя мама непременно поправится Я сразу догадалась Что дело серьезное Из-за твоего звонка Я пропускаю Выпускные экзамены Что говорит доктор Бергар У мадам был тяжелый приступ Доктор сам вам не расскажет Едем Вы разошлись? Мне надоели его капризы Я почти успел его полюбить Я выйду замуж только один раз А ты, Фернандо? Фернандо Патрисия задала тебе вопрос Простите Я никак не могу привыкнуть К твердой земле Закарез Мама Мамочка, это я Мама Синьорита Клара Наконец-то Что с мамой? Ей стало хуже Максимилиано повез ее в больницу Она очень плоха, синьорита Очень плоха Фильм переведен и озвучен Компанией Интра Коммуникейшнс 2002 год Коммуникейшнс 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 Субтитры создавал DimaTorzok